В настоящее время к завершению подходит ремонт Московского шоссе города Твери. Полностью уложено асфальтобетонное покрытие, производится нанесение разметки, установка технических средств организации дорожного движения. Как многие ошибочно думали, производится не капитальная реконструкция Московского шоссе, а именно ремонт дорожного покрытия. В связи с чем ошибочное восприятие водителями ранее имевшихся полос для движения на участках Московского шоссе в настоящее время приводится в соответствии с требованиями регламентирующих документов Закона о безопасности дорожного движения, норм, правил и также других нормативных актов и правил дорожного движения. В соответствии с требованием Федерального закона номер 443 об организации дорожного движения в Российской Федерации, в приоритете над удобством и пропускной способностью стоит безопасность дорожного движения. Определение полос для встречного разъезда и обгона обусловлено необходимостью снижения уровня аварийности на Московском шоссе. В связи с чем, просим вас с пониманием отнестись к данным изменениям, ранее имевшихся две полосы для движения водители самостоятельно делили условно на четыре полосы. Однако в соответствии с требованиями нормативных документов на территории населенных пунктов ширина полосы для движения не может быть менее трех с половиной метров. В связи с чем, конструктивные размеры и характеристики Московского шоссе не позволяют выделить нормативно четыре полосы. Реализованная схема организации дорожного движения по переменам выделяет полосы для обгона на всем участке Московского шоссе, тем самым регламентируя порядок встречного разъезда транспортных средств. Наибольшей проблемой аварийности на участке Московского шоссе были как раз какие-то встречные столкновения транспорта, которые приводили к тяжким последствиям. Сейчас, по результатам реализации мер, госавтоинспекция совместно с администрацией города надеется на минимизацию таких дорожо-транспортных происшествий. Возможные заторовые ситуации, возникающие в первое время после окончания ремонтных работ, могут быть обусловлены тем, что людям необходимо привыкнуть к новой схеме. После чего, соответственно, будет уже более-менее выработанная направленность транспортных потоков и данные заторовые ситуации должны сойти на нет. Буквально несколько минут назад мы проехались в свободное время, без часа пик, движение очень разряженное на московском шоссе, каких-либо заторовых ситуаций не возникает. В дальнейшем, с целью, так скажем, оптимизации в часы пик, в утренние и вечерние часы, когда наибольшее количество транспорта движется либо на работу, либо, соответственно, домой, да, люди передвигаются, нами совместно с администрацией города будет проводиться мониторинг фаз светофорных объектов, расположенных на московском шоссе, с целью их оптимизации для повышения пропускной способности.